Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, что иногда в нашей жизни происходит событие так, как мы не планировали. Или мы планируем одно и происходит что-то другое, да, вне зависимости от наших стараний, да, какие-то внешние факторы влияют на наши решения, на всё, что происходит в нашей жизни. Всем привет! Добро пожаловать на эфир! Так вот, я начала этот эфир, потому что сегодня у меня было очень много энтузиазма, было очень много планов, желаний делать, делать, делать. И в частности, это была в планах поездка в Иерусалим. И вот я вся такая собралась с ребёнком, на улице жара, и я думаю, ну, я поеду в Иерусалим, на автобусе я смогу. Вот, и значит, я решила себе поехать в Иерусалим. В Израиле есть такая программа на телефон, где ты смотришь, во сколько будет автобус, тебе пишут автобус через 5 минут, автобус через 10 минут. И постоянно обновляется там информация, тебе говорит эта программа куда, на какую остановку идти, значит, я с малышом собралась, сумку, всё, что понадобится для поездки, всё приготовила. На улице 2 часа дня, в Израиле это жара, и значит, стою, жду автобус, пишет там через 7 минут, жду, проходит 7 минут, пишет через 23 минуты. Я такая, ну, только что писала 7 минут, ладно, ждём ещё 23 минуты. Для меня это казалось 23 дня, не знаю, жду ещё, потом мне пишет, ещё через там 40 минут, и ещё, в общем, я просидела где-то полтора часа на остановке с ребёнком по жаре. И я очень хотела поехать в Иерусалим чисто для себя, отдохнуть, погулять там. И, в общем, моя поездка не состоялась. И, понятно, мои чувства, да, я была такая сначала, я была такая злая на эту программу телефонную, на этих водителей, что всё не так, как я хочу, я ведь так планировала, я ведь так хотела. А потом я думаю, посмотрите, вот ситуация, да, когда я настроилась, очень часто у нас в жизни такое происходит, да, мы настроились, всё, я буду там покорять, я сегодня это, 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 и такой список дел пишем, но, ну, бывают такие случаи, да, там, не знаю, усталость, ещё что-то, не знаю, форс-мажорные обстоятельства, когда у нас не получается то, что мы планируем, да. Вот я планировала, вы не представляете, сколько у меня было сил, я думала, всё, да, а после того, как я прождала, я как бы окунулась в реальность, да, и я иду и анализирую, да, я думаю, сейчас, окей, я не поехала, я злая, мне жарко, пойду я себе куплю мороженое, успокоюсь, да, в общем, у меня был выбор, или я сегодня, сейчас испорчу себе весь день, весь вечер, буду злиться, эта злость, она никому не нужна, да, не знаю, буду ругаться, там, всё, ничего не буду делать, буду такой, бякать, да, это был мой выбор, я могла выбрать это, но я выбрала для себя пойти покушать мороженое, придумать, чем я могу себе заменить эту поездку, да, вернулась домой, подумала, как я ещё могу вечер, там, может быть, какой-то вечер сделать, да, то есть, я сама для себя выбрала мою реакцию на то, что со мной произошло, и выбрала последующее, да, что будет со мной дальше происходить, и это в каждом дне, да, когда задают очень многие там вопрос, как всё время быть в этом ресурсе, да, иногда нет сил, как всегда оставаться вот силами, а это наш выбор, или мы с вами чувствуем вот этот колокольчик, который говорит нам, ой, нет сил, он мигает, да, он говорит, удели время своей душе, или же там, удели время себе, да, бывает такое, что мы чувствуем, что всё, меня накрыло, всё, мне тяжело, и вот это тот выбор, когда мы или реагируем, да, и ведём, и идём на поводу уя церара, или идём на поводу у злого начала, которое специально ставит в нас в положение уныния, да, потому что когда человеку грустно, когда ему тоскливо, ему так себя жалко, он думает, всё, я не буду ничего делать, он себя жалеет, на самом деле злому началу это и нужно, он говорит, всё, сиди, ничего не делай, потому что именно когда человек бездействует, злое начало понимает, что оно может управлять этим человеком, когда человек в унынии, когда ему грустно, плохо, вот тут и церара этими пользуются, и это самое плохое состояние, поэтому, когда мы хотим быть продуктивными, да, когда мы хотим много успевать, прежде всего нужно смотреть на наш выбор по жизни, я сейчас выбираю быть грустной и испортить себе тоже и моим близким весь день, или же я сейчас выбираю быть продуктивной, я сейчас выбираю, не знаю, нормально среагировать, да, на эту ситуацию, хотя они, безусловно, бывают разные, но в основном наша жизнь, это каждый-каждый божий день мы себе выбираем, я этот день проживаю хорошо, я могу сделать себе этот день ещё лучше, я достойна хорошего дня или нет, и завершить наш эфир я хочу маленькой историей, и, ну, это как такая, ну, во многие истории, вы знаете, нужно не видеть, она правдивая или нет, в этих историях нужно уловить смысл этой истории, так вот, я делюсь с вами историей, однажды у, в одном королевстве, у одного царя был премьер-министр, который ему помогал со всеми делами в его царстве, да, он, не знаю, нанимал на работу, здесь отвечал за это и за вхоз, в общем, всё, он вёл, всё у этого царя, и он, его научили мудрости, что всё, что у него не спрашивают, да, любой, там, не знаю, когда ему жалуются на что-то, то, чтобы он всегда отвечал, всё хорошо, всё к лучшему, и, значит, действительно, когда к нему приходили люди, он всем всегда отвечал, всё хорошо, всё к лучшему, и себе он всегда, ты говорил, да, у него была такая мудрость, он всегда говорил, всё хорошо, всё к лучшему, и так к нему однажды пришёл начальник охраны и говорит, вот, у меня там сгорело полдома, я знаю, что мне делать, и он ему говорит, всё хорошо, всё к лучшему, тот, что ты мне говоришь, какой к лучшему, может быть, ты хотя бы мне деньги дал, что ты, типа, что ты мне, что ты мне говоришь, что всё к лучшему, если сейчас мне так плохо, да, и ушёл от него вообще, ну, не понимая слов премьер-министра. И, значит, приходит к нему на следующий день шеф-повар, которого, не знаю, по какой-то ошибке, в общем, сместили в его должности. Он теперь был не шеф-повар, а просто повар. И тот ему жалуется, как, я 15 лет здесь отработал, почему со мной так поступаю, да, и начал ему жаловаться. И тот ему говорит, все хорошо, все к лучшему. Тот такой, что, все хорошо, в смысле все хорошо, да? И так он злился, и когда проходил мимо этого начальника, то он пару слов сказал про этого премьер-министра. И этот начальник охраны говорит ему, о, а что он тебе тоже сказал, да, что все хорошо, все к лучшему, да? А мне тоже, вот какой он. Он всем так отвечает, даже не вникает в ситуацию. В общем, решили они ему отомстить. В это время они смотрят, король, он сидит, и его, в общем, стригут. И по неосторожности его парикмахер, он его немножко поцарапал на шее. И кровь, да, все немножко поцарапал, они в шоке. Они, значит, такие, опа, а ну-ка пойдем у премьер-министра спросим, если у короля кровь выступила, это хорошо или плохо. И, значит, приходят они к премьер-министру и ждут, что он скажет все хорошо, все к лучшему. И они такие говорят, вот, ты ж только что такое горе случилось с нашим королем. Ты представляешь, парикмахер этот, он взял и порезал нашего короля. Кровь потекла, ой, какой ужас. И, значит, премьер-министра говорит, нет, все хорошо, это к лучшему. А им это и надо было. Они такие, все хорошо, все к лучшему. И, значит, пошли они к царю с таким доносом. Да, и говорят, царь, тут твой премьер-министр говорит, что то, что тебя порезали, это все хорошо, это к лучшему, да. Царь такой, что, а ну-ка позовите его ко мне. Действительно, там премьер-министр стоит перед ним, он говорит, это правда, что они сказали, это правда, что ты говоришь, что это все хорошо, к лучшему. Он говорит, да, ваше величество, это все хорошо, все к лучшему. Что, быстро его в тюрьму, быстро его закиньте в темницу. В общем, закинули его, понятно, что царь был зол на него. А это была среда, обычно по средам этот премьер-министр вместе с королем, они ездили по лесам, по джунглям, в общем, и катались. И в этот раз царь был без него, и, в общем, его похитило какое-то племя, скажем так, людоедов, которые приносили жертву. И когда они поймали короля, они увидели, что у него повязка, они притащили к самому главному, он говорит, а что повязка, покажите. Снимают, он видит, что царапина. А у них, у этих людей, у них было как запрещено людей с изъянами, да, приносить в жертву. Поэтому он им, быстро выбросите его отсюда, фу, это типа, ну, позор такой, выбросите его отсюда. И этот царь, он говорит, да, это было действительно хорошо, это было к лучшему. Он, значит, возвращается в свое королевство. Достаньте быстро-быстро из темницы его. И говорят, извини, что я подумал, что ты не прав, все. И, значит, царь извинился перед ним, на что премьер-министр ему отвечает, вы знаете, но это тоже к лучшему. Он говорит, в смысле, а что к лучшему, что я посадил тебя в тюрьму? Ты сидел в темнице. И тогда премьер-министр, он ему ответил, да, но обычно же я с тобой катаюсь на лошадях по этим лесам, а у меня нет изъяна, у меня нет царапин, меня бы принесли в жертву. Поэтому это хорошо, что ты меня посадил в темницу, да. Несмотря на все, даже если мы сейчас вспомним все произошедшее с нами, с вашей дожизнью, у каждого все, что не происходит, в итоге оно все разворачивается к лучшему. Я сейчас вспоминаю, да, то, что со мной происходило, и мне казалось, ужас, как такое может быть, почему все так? Сейчас я вижу, что это было на пользу мне, это было полезно, да, это то, что сделало меня лучше, да. И, конечно же, мы с вами сами выбираем наши реакции на все, что происходит в нашей с вами жизни. И эта ответственность, она лежит именно на каждом из нас. Да, наши дни могут подпортить, там, какие-то внешние факторы, но ничто не может подпортить нашу внутреннюю сущность, да, наши реакции на то, что происходит. И поэтому дай бог, ой, спасибо, дай бог у нас будет получаться реагировать нормально на все, что происходит в нашей жизни, извлекать из этого пользу и делать добро нам и окружающим. И пусть скорее придет Мошех. Всем спасибо за наш сегодняшний эфир, всем хорошего вечера. Пока-пока.